Молодец! Горячо и никому! По команде Байдера быстро и четко готова преодолеть любое препятствие, будь то двухметровая стена или туннель. Более семи лет службы для собаки немалый срок. Кинолог София Мальцева уверена в своей четвероногой коллегии. Еще ни разу Бадди, так ласково зовет ее хозяйка, не подводила на оперативных выездах и выполняла на сто процентов все поставленные задачи по поиску предмета по запаху. Собака действительно знает свое дело, и я могу на нее положиться, и мне с ней не страшно работать. Это такие создания, которые никогда не предадут, они всегда будут рядом до последнего. Поэтому с ними проще, интереснее, то есть это мое. Первая встреча Елены и ее верного друга, овчарки Вольфа, произошла семь лет назад. Тогда девушка только пришла в кинологическую службу и взяла под свое крыло трехмесячного щенка. Постепенно Лена начала заниматься дрессировкой собаки, а позже прошла с ней специальное обучение. Сегодня Вольф и в праздники, и в будни несет свою службу. Собака огромную пользу вносит в этом, потому что он дифференцирует запахи. Может отличить, конечно, от лакомства, допустим, от того же самого кофе или бензина, найти тот самый искомый запах, на который он учился. Но Вольф всегда справляется на 100%? На все 100%. Тренируют четвероногих два раза в неделю на этой площадке. Преодоление полосы препятствий кажется легкой разминкой по сравнению с задержанием преступника, в роли которого во время обучения выступает инструктор-кинолог. Сегодня в отделе трудится семь сотрудников. Ежедневно они вместе со своими напарниками выезжают на различные объекты. Угроза взрыва там поступает, где-то какие-то находят предметы. Ездим, смотрим, пускаем собаку. Они работают, обследуем территории. А недавно к питомнику прибилась собака. Назвали ее Сеней. Кинологи решили ее на время оставить у себя, пока не найдут новых хозяев. Если вы ищете четвероногого друга, обращайтесь в отдел кинологической службы полиции. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.